Собирай черепок черепку, получится целая картина жизни древнего поселения примерно от 4-го тысячелетия до нашей эры. По такому принципу работают участники археологических раскопок, которые проходят на территории Ольшанского сельского поселения в Чернянском районе. В раскопках задействованы студенты исторического факультета БелГУ и школьники из Губкинского археологического кружка. Подробности в нашем сюжете. Павел Иванович Тупицын еще мальчишка истерек коров на этих холмах. Тогда и обратил внимание, что под ногами часто попадаются осколки керамики. Первые раскопки провел здесь уже работой учителем истории в местной школе. Помогали ученики. Это было почти полвека назад. Находили каменные орудия труда, различную посуду и даже бивни мамонта. Поселение было. Я нашел там и строгу, кремень, два куска вот таких. Павел Иванович отправлял письма в различные инстанции. Приглашал ученых-археологов. Но прошли годы, прежде чем здесь начались серьезные работы. Сейчас тут работают студенты историко-филологического факультета Белгородского госуниверситета. Среди первых находок осколки глиняного горшка и кости животного. Все они были найдены в одном месте, возле вала. И можно сделать предположение, что это фрагменты какой-то тризны, которые делали в момент сооружения оборонительной системы, чтобы придать ей значение не только в таком физическом плане, как вал ров, который тяжело преодолеть, но и духовная защита каких-то там духов, в которых они верили. Они тоже им сделали поклонение, чтобы они также защищали это городище, это место от врагов. Несмотря на вернувшуюся жару, 30 студентов и их руководители будут работать здесь еще три недели. Надеются на интересные находки и на хороший материал для научных работ. Все студенты, которые здесь работают, они имеют полное право по материалам данного памятника написать статью, курсовую работу. Цель раскопок – это изучить, чем являлось данное городище в скифскую эпоху. То есть было ли оно жилое или не жилое. А также разрезать оборонительную линию укреплений и понять, чем оно было сложено, как формировалось. Пока предметы быта юных археологов интересуют больше, нежели взаимоотношения далеких предков. На дружбу и любовь древних людей они смотрят весьма прозаично. Мне кажется, люди, какие сейчас тогда и тогда, такими же они были. И точно такие же были и отношения, как бы все построено в взаимной выгоде. И обороняться иногда нужно было, может быть, от кого-то. Но чаще всего, наверное, скорее всего, друг от друга. У школьников, которые приехали сюда всего на шесть дней, куда более романтичный подход. За это время они надеются успеть найти здесь настоящий клад. Конечно, бы желал найти более большие остатки керамики. Но вообще скифы славились, что у них было много золота, ну, у царей. И вообще желаю, я именно желаю, чтобы я нашел здесь золото. В народе это место давно называют Петропавловское городище от названия населенного пункта. Оно расположено рядом с селом Петропавловка. Возможно, благодаря находкам, полученным в ходе этой экспедиции, историки дадут ему куда более звучное название.